Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Владлен и вы на канале VladLeninPlay И очевидно, что сегодня речь пойдет о третьем сезоне странных дел Все его так ждали, так молили, господи где же ты третий сезон, ну и вот собственно случилось Наши герои вновь сталкиваются с изнанкой, которая подготовила море подарочков не очень приятных Дети взрослеют и разбираются с подростковыми проблемами, влюбляются и ссорятся, тянутся к друг другу и расходятся А взрослые делают все примерно то же самое, только по-взрослому, собачится весь сезон И все это только из-за того, что они не могут признать, что им друг без друга никак Спойлеры, attention, alert, спойлеры Предупреждаю сразу, спойлеры будут и их будет очень много, так как дамбу терпение прорвало и теперь уже ничего не попишешь Так что если вы еще по какой-то причине не посмотрели третий сезон, ставьте ролик на паузу, смотрите и возвращайтесь А мы поехали дальше Итак, как и предполагалось, третий сезон отдал массивный кусок повествования нам Нам, ну то есть в смысле русским, точнее даже советским ребятам Которых выставили как злых русских, как обычно Которые ржут над идиотскими шутками, типа И бутылка столичный Ха-ха-ха Ну и по-идиотски кривляют свои лица в придурочных выражениях Так бы и вмазал, конечно Уровень актерской игры «Улицы разбитых фонарей» сезон 29 Хотя от него, наверное, это и требовалось Конечно, близко к сердцу это воспринимать не стоит Это примерно то же самое, как в игре «Волфенштейн» Где была также показана альтернативная реальность Где в войне якобы победили немцы Ну и там полный капец В общем, именно в этом сезоне русские стали одним из катализаторов всех произошедших событий Как и ожидалось, новая часть получилась мрачнее, страшнее и гораздо отвратительнее предыдущих В хорошем смысле слова, но все-таки бле А также не потеряла своих юморных моментов, что не может не радовать У каждого персонажа в этом сезоне появились новые проблемы и переживания Майк и Оди, Лукас и Макс, теперь они пары И это основная причина, из-за которой в их шестерке начали возникать разногласия Дастин, приехав из лагеря, ожидал, что его друзья, как и раньше, будут в восторге от его изобретений и идей Ведь он, господи, изобрел Церебро А Уилл хотел, чтобы все было как раньше Чтобы они снова играли вместе в настолку под земелья и драконы Наряжались в костюмы охотников и гоняли на великах Но все ожидания ребят не оправдались Так как Майк и Лукас были все время заняты решением проблем с недопониманием в отношениях Которые создал Хоппер Потому что не мог вынести тот факт, что Оди слишком много времени проводит с Майком И ему тяжело это контролировать Поэтому, проигнорив советы Джойс, которые оказались для него слишком мягкими Он просто наорал на Майка и запретил им увидеться с Оди Вследствие чего Майк начал ее динамить Врать и нести всякую чушь А Макс, будучи доминирующей в своих отношениях Потому что у них там вообще интересная ситуация Лукас постоянно косячит Макс на него злится Но в итоге все равно прощает Поэтому, смотря со своей колокольни Макс сказала, что это норма И все парни такие И начала учить Оди, как правильно жить Как гулять, одеваться, веселиться и тому подобное Это вызвало немало забавных моментов По типу того, как Оди подглядывала с помощью своих сил Как парни рыгают и пукают, обсуждая девчонок Что в итоге оказалось правильным Потому что у Оди и не было нормальной жизни Ну и Майк, естественно, потом признал И допер, что на нем может быть только его В общем, тут сложилось все четко А Уилл в этой ситуации переживает не очень хорошие моменты То есть про него вечно забывает И не воспринимает его попытки вернуться к прошлым играм И занятиям ребят всерьез Вследствие чего у него наступает переломный момент Когда он в итоге решает покончить с детскими забавами Что было очень печально Хотя Майк и Лукас пытались постоянно оправдаться перед ним Но, конечно, было уже поздно Плюс ко всему его вечно тюкают воспоминания об изнанке Взаимодействие с которой дали ему силу чувствовать ее приближение Что в будущем очень помогло Дастин, в свою очередь, тоже переживал за такое разделение группы Но у него была подружка с Юзи В существование которой никто не верил И Стив, который стал веселым морячком в ларьке мороженого Ахой В топовом новеньком торговом центре Старкор Из-за которого стали страдать все местные магазинчики Хоукинса В том числе и тот, в котором работала мама Уилла Джойс и Хоппер весь сезон были в своем репертуаре Хоппер приходил к ней излить душу и рассказать о том, как его бесит Майк А Джойс, опираясь на материнский опыт, так как она королева мамочек Давала ему советы, которые, как мы знаем, его не спасли Ну и весь сезон они собачатся между собой По поводу и без, что очень забавно Дочь умы Турман Майя Хоук, сыгравшая Робин, напарника Стива по работе Хорошо отыграла и удивила, впрочем, как и сам персонаж И да, это очень, очень печально, что у них со Стивом ничего не получится Да Была бы четкая пара, но, тем не менее, они хорошие друзья Вообще, за приключениями Дастина, Стива, Робина и Эрики было интересно наблюдать Бесила только чрезвычайная тупость советских солдат и советского командования Понятно, что тут все утрирует Но не поставить ни одной камеры в сверхважном помещении и в том же лифте Не установить хотя бы круглосуточную охрану вокруг него И так все офигенно защитить, чтобы кучка детей проникла туда с помощью вентиляции Это странно даже для суперзлобных русских А то, как ребята расшифровывали русский код, так это вообще топ Особенно в русском дубляже Ты серьезно? Ты говоришь по-русски? Слушай секретный код на русском И не можешь сказать, что он говорит? Именно по этой причине сериал лучше всего смотреть именно в оригинале Так как из-за обилия диалогов именно с русской речью Смысл некоторых сцен резко меняется Взять ту же самую сцену с Хоппером, Мюрреем и Смирновым Скажи, что на вкус никакой разницы нет Все это одно и то же Сахар со льдом Никакой разницы Скажи этому придурку, что это не одно и то же И что я хочу вишню Серьезно, да? Они что, поругались просто? И им нужен какой-то посредник? Или... Пожалуйста, сэр, опустите пистолет Я тебя не понимаю Ага, ты не понимаешь, что он говорит, да? Хм-хм, ясно Ну и голоса в дубляже, который сделал Пифагор Они абсолютно не подходят персонажам Ну, господи Робин говорит, как девочка 12 лет Хоппер вообще ни разу не хоппер Так что либо в нашей версии русские должны говорить на английском Либо американцы должны стать злобными А русским надо было бы их остановить Нэнси и Джонатан показали нам всю суровость Хоукинс Пост Как пренебрежительно эти говнюки из издательства относились к сотрудникам В частности к Нэнси и прочее Что тоже вывело на определенные эмоции Еще одним новеньким, гадким и скользким открытием этого сезона стал Мэр Клайн Которому так смачно навалял Хоппер, что прям ух! Билли в этом сезоне, как и предполагалось, сыграл важную роль Его персонажа раскрыли намного больше, чем в прошлом сезоне Мы узнали его лучше Почему он стал таким дерзким, безбашенным и невыносимым Так уж сложилось, что Билли стал главной марионеткой изнанки для заражения жителей Хоукинса И этому послужила та самая пикантная линия с Миссис Уиллер Исход которой решил судьбу парня Самое интересное, что догадки о том, что Миссис Уиллер станет одной из зараженных Не оправдались, так как Билли нашел в себе силы ее спровадить До того, как Истязатель Разума его полностью поглотил Судьба Билли в этом сезоне оказалась печальной и немного смазанной Из-за обилия спецэффектов в финальном эпизоде Многих персонажей постигла похожая участь И это можно считать пока самым масштабным сезоном по смертям Огромное количество жителей прикончил сам Истязатель Разума, заразив их и поглотив Русского ученого Алексея Смирнова, которого я уже упоминал, было жалко Он особо не парился, что попал в плен к Джиму и Джойс И был даже рад этому За все время, что мы видим его на экране, он вызывает симпатию Он органично вписался в историю И его было жаль не меньше привычных героев Кстати, Смирнова сыграл британский актер украинского происхождения Алик Удгов Игравший Александра Боровского в Джеки Райне «Теория хаоса» Так что неудивительно, что он знает русский Ну и конечно же, одна из самых печальных смертей сезона Это гибель Джима Хоппера Который, как настоящий толстый Рэмбо, добил все-таки русского Терминатора Которого реально сыграл русский актер Андрей Ивченко И показал нам всю горесть, боль, переживание и радость за Оди Сейчас идет много слухов и теорий насчет смерти Джима И есть предположение, что он мог выжить Ведь его смерть нам не показали И этот вопрос, как и многие другие по поводу последней сцены и будущего сериала Мы разберем в следующем ролике Финальные сцены последнего эпизода действительно были очень печальными Письмо Хоппера, найденное Джойс, сыграло свою роль Оди в результате борьбы с истязателем потеряла свои силы Джойс в итоге решилась на переезд Что привело нас к грустной сцене расставания и мечтания о том Чтобы они поскорее приехали навестить Хоукинс на праздники О чем мы могли слышать, когда Майк разговаривал с Оди в последний раз Что можно сказать о третьем сезоне? Все та же мастерски выдержанная атмосфера Заставляющая в очередной раз погрузиться в мир 80-х с головой И почувствовать странную ностальгию Лихо закрученный и захватывающий сюжет, прекрасная игра актеров И все так же прекрасно работающая структура сюжета Когда персонажи разбиваются на группы и в конце встречаются объединенные общей проблемой И даже несмотря на слишком большое обилие спецэффектов Которое затмило определенные эмоциональные моменты Сезон берет свое и успешно приковывает к экранам людей на все 8 часов хронометража Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А на этом все Всем большое спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И конечно не забывайте, что ваша поддержка очень важна И это не шутки Действительно, чтобы поддерживать выход контента каждый день Мне нужна ваша помощь Если вам реально нравится контент, мои переводы и озвучки Я буду рад любой печеньке И мне будет очень приятно Огромное спасибо за первую копеечку в паблике Я могу выразить Екатерине Куликовой А за теплые комментарии могу выделить Арианду Гер Икс Очень теплый и душевный комментарий Ну и вообще я стараюсь читать каждый комментарий Очень приятно, что вы пишете Также, если вы захотите пожертвовать большую сумму То без подарка я вас не оставлю И нарисую вам индивидуальный арт Поддержку вы можете оказать через паблик Или через Донатион Алёртс И перед поддержкой на большую сумму не забывайте писать об этом мне Чтобы я об этом знал и не смог забыть про ваш подарочек Так как больше пяти человек за раз с такой печенькой я принять не смогу Надеюсь на ваше понимание И большое вам спасибо Увидимся в следующих роликах Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»